Почему я не могу заниматься тем, чем на самом деле хочу заниматься в жизни, и на этом нормально зарабатывать? Что? Ты говоришь, что хочешь получать удовольствие и этим зарабатывать на жизнь? Брат, ну ты размечтался. Ты о чем? Ну, я просто шучу. Немного читаю твои мысли, только и всего. Видишь ли, это была твоя мысль по этому поводу. Это был мой жизненный опыт. Да, мы все прошли через это не один раз. Люди, которые зарабатывают на жизнь, делая то, что они любят, это люди, которые настаивают на том, что так и нужно делать. Они не отступают. Они не сдаются. Они осмеливаются делать так, чтобы жизнь не отнимала у них то, что они любят делать. Но есть другой элемент, который надо воспитывать. Этот элемент отсутствует в понимании большинства людей, когда речь идет о деле всей жизни. Что это такое? Быть и делать – это разные понятия. Хотя многие люди уделяют особое внимание именно последнему. А что должно быть по-другому? Здесь ни при чем, должно или не должно. Важно только то, что ты выбираешь и как ты можешь это получить. Если ты выберешь покой, радость и любовь, то ты мало чего добьешься через то, что ты делаешь. Если ты выберешь счастье и удовлетворенность, то на пути делания ты почти ничего не найдешь. Если ты выберешь воссоединение с Богом высшее знание, глубокое понимание, бесконечное сострадание, полное осознание, предельную самоосуществленность, ты немного получишь из того, что ты делаешь. Другими словами, если ты выберешь эволюцию, эволюцию своей души, ты не сможешь совершить ее только через мирскую деятельность своего тела. Функции тела делать, функции души быть. Тело всегда что-то делает. Каждую минуту каждого дня оно чем-то занято. Оно никогда не останавливается, никогда не отдыхает. Оно постоянно производит какие-то действия. То, что оно делает, происходит либо по зову души, либо наперекор душе. Качество твоей жизни зависит от того, какая чаша весов перевешивает. Душа всегда есть. Она есть то, что она есть, независимо от того, что делает тело, а не как следствие того, что она делает. Если ты считаешь, что твоя жизнь посвящена деланию, то ты не понимаешь сам себя. Твою душу не волнует, что ты делаешь для пропитания. И когда твоя жизнь закончится, тебе это тоже станет безразлично. Твою душу заботит только то, что ты есть, в тот момент, когда ты что-то делаешь, что бы ты ни делал. Душа занята состоянием бытия, а не состоянием действия. И чем душа стремится быть? Мною. Тобою? Да, мною. Твоя душа есть я, и ты это знаешь. Она занята лишь тем, что старается это пережить на опыте. И то, что она помнит, есть самый лучший способ получить этот опыт. Не делать ничего. Не надо ничего делать. Просто быть. Быть каким? Каким ты хочешь быть? Счастливым, грустным, слабым, сильным, радостным, мстительным, проницательным, безрассудным, хорошим, плохим, мужчиной, женщиной. Сам назови. Я говорю буквально. Назови сам. Все это очень глубоко, но какое отношение это имеет к моей карьере? Я стараюсь найти выход, как выжить, уцелеть, поддержать себя и свою семью, делая то, что я люблю делать. Старайся быть тем, кем ты хочешь быть. Что ты имеешь в виду? Некоторые люди зарабатывают много денег на том, чем они занимаются, а другие не могут преуспеть, хотя они делают одно и то же. В чем разница? У одних людей квалификация выше, чем у других. И это только один аспект. Возьмем другой. Допустим, два человека имеют примерно одни и те же навыки. Оба получили образование в колледже. Оба были отличниками. Оба хорошо знают свое дело. Оба умеют работать. Но у одного получается лучше, чем у другого. Один процветает, а другой еле перебивается. Почему так получается? Расположение. Расположение. Однажды кто-то сказал, что когда открываешь свое дело, есть только три вещи, которые надо продумать. расположение, расположение и еще раз расположение. Другими словами, важно не что ты собираешься делать, а где ты собираешься находиться. Именно так. И это также может быть и ответом на мой вопрос. Душу беспокоит только то, где ты собираешься быть. Ты собираешься быть в том состоянии, которое называется страхом, или в том состоянии, что зовется любовью. Где ты? И откуда ты пришел, когда соприкоснулся с трудностями жизни? Так вот, в примере с двумя одинаково квалифицированными работниками, один удачлив, а другой нет, не потому, что каждый из них делает, а потому, кем оба они являются. Одна личность открытая, дружелюбная, заботливая, внимательная, неунывающая, уверенная в себе и испытывающая радость от своего труда, в то время как другая замкнутая, сдержанная, равнодушная, невнимательная, раздражительная и обиженная по поводу того, чем ей приходится заниматься. А теперь представь, что ты захотел бы выбрать еще более возвышенное состояние бытия. Допустим, ты выбрал великодушие, милосердие, сострадание, понимание, прощение, любовь. Что было бы, если бы ты отдал предпочтение божественности? Каким тогда был бы твой жизненный опыт? Вот что я скажу тебе. Бытие притягивает бытие и порождает опыт. На этой планете ты не для того, чтобы произвести что-либо с помощью своего тела. На этой планете ты для того, чтобы создать что-то своей душой. Твое тело – это всего лишь инструмент твоей души. Твой разум – это сила, которая приводит в движение твою душу. И то, что у тебя здесь есть, это орудие, которое используется в воплощении желания души. и для сверху. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...